Одесса, город, герой! Парни, одессы! У нас есть и немецы! Парсор! 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 Вот там, наверху, Жудовик Паркович Коцман, тащили пианино. Парни идут туда, где можно без труда достать себе и женщины, и венна. Ну что, друзья, вот мы и прибыли в город-герой Одессу. Будем здесь два дня, ну и по возможности, и по максимуму покажу вам красоты и прелести Одессы. Погнали! В Одессе, так же почти как и всегда, как и везде, мы остановились в хостеле. За двухместную комнату за сутки отдали 500 гривен. Ну вот, друзья, позавтракав Макдональдс и скинув вещи в хостел, мы идем гулять по Одессе. А в Одессе у нас начинается дождь. Ну, это и прекрасно, хоть не жара, духота. В Одессу мы прибехали рано утром, 9 мая. А все мероприятия, приуроченные к Дню Победы, начинаются в 10 утра. Поэтому мы, не торопясь, прогулялись по центряшке Одессы в направлении к месту главного действия сегодняшнего дня, а именно, Аллее Славы, к памятнику неизвестного матроса. А народ уже потихоньку подтягивается к месту событий. А также большое количество блюстителей и правоохранителей уже на месте. Музыка Так, а это небольшой кипиш между представителями Бессмертного полка и, судя по всему, представителями правого сектора. Но без серьезных эксцессов пока что. Просто словесная перепалка. Бессмертного полка и, судя по всему, А вот и понеслись первые задержания. Дядьку скрутили за изображение то ли Ордена Победы, то ли за Георгиевскую ленточку. Пока непонятно. А теперь идем к памятнику неизвестному матросу, где, собственно, возлагают цветы. И тут выстрелы снушительного щитика на возложение. Музыка После обязательной программы, то есть посещения торжественных мероприятий, тут же рядом в парке Шевченко забрались на колесо обозрения. Обозреваем красоты Одессы сверху. Оно здесь также стоит 100 гривен, как и в Киеве, но заявлено, что оно здесь выше 45 метров. Ну и, в принципе, неплохой вид открывается. И здесь оно не один круг, как в Киеве, а три круга катают нас. Одесса очень приятный, уютный город. Таким он мне показался еще в первое посещение. Так, время обеда, и мы пришли в буфет-столовую Уточкино, что в самом центре Одессы, на улице Дерибасовская. Столовая эта очень приличная. И интерьер приятный, и большой выбор еды. И выглядит все аппетитно. И вот набрали еды. Суп солянку, крошку взяли, вареники, разные гречку я себе взял, кебаб из курицы, соусом паста и винегрет. И все это нам обошлось дешевле, чем покататься на кресле обозрения в 186 гривен. И сейчас мы это будем с удовольствием кушать. Вот эта замечательная столовая, которую мы так что посетили. Рекомендую. Очень хорошо и очень вкусно. Итак, друзья, после обеда в Уточкине, мы прошли буквально 50 метров и зашли в бар Габритус. В этом баре я еще был давно, когда был в Одессе, первые разы. И мне здесь очень понравилось. Вот решил сюда еще зайти. И вот мы взяли пиво, Габринус светлый, Габринус бархатное. Пиво стоит 0,534 гривна. Мне Одесса чем-то напоминает Петербург, только зелени больше и движухи меньше. И гулять по городу куда комфортнее. Решил подстрижься, а то уже почти две недели не стриженый. Оброс как мамонт. Итак, друзья, мы снова в баре Габринус. На вот раз здесь даже музыка есть. Пиво вкусное. И бочки с привозу. Назад сидим, отдыхаем. Днем Победы! Утром следующего дня, по завтракам все в той же столовке Уточкина, отдвинули к, наверное, самой известной достопримечательности Одессы, Потемкинской лестнице. Сама по себе лестница никакого впечатления не произвела. Лестница, как лестница, ничего особенного. По Потемкинской лестнице мы вниз спустились пешком, а наверх уже поднимаемся на фуникулёре. Стоимость фуникулёра 3 гривны. И ехать примерно минуты 3-4 вдоль все той же Потемкинской лестницы. Взяли экскурсию по Одессе, по дворикам и криминальная Одесса. Такая комбинированная экскурсия. Также там будет по местам съемки фильма «Ликвидация». И вот на этом микроавтобусе мы сейчас поедем. А экскурсия стоит 250 гривеных человека и продлится где-то часа 2. Поехали! Покажу вам что-нибудь красивое. Первым делом нас привезли на Молдаванку. Так называется легендарный криминальный район Одессы. И, конечно же, привезли в реальный исторический, как отображает экскурсовод, двор, в котором родился и жил легендарный Михаил Винницкий, он же Мишка-япончик. А тут вот наверху, в углу, как раз и располагалась квартира Мишки-япончика. А далее приехали в двор, в котором снимался телесериал «Ликвидация». Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Одесса там просто шикарная. Кто смотрел фильм, вспоминается. Вот там, наверху, живет Давид Паркович Коцман, где-то пианино, подал Алиева, вот по всеми сценикам, да. Это ж комплиничка, где сижу, вот это и ешь, что ворох, там, где-то, где-то, где-то. Ну что, друзья, вот мы побывали на экскурсии. Экскурсия вообще очень крутая. Экскурсовод вообще шикарный. Рассказывал истории, байки про Одессу. Не только про криминальный, но вообще про Одессу, про развитие города. Так как он начинал свое начало, откуда взялись воры. В общем, советую, ребята, если будете в Одессе, обязательно посетите экскурсию. Экскурсия шла два с половиной часа. Посстили дворик, где снималась секвидация. Очень круто. И все. Теперь вот мы сидим в Габринусе, по пивку и в путь. Кстати, да, сегодня выключили воду в Одессе всю и горячую, холодную до завтрашнего дня. А по пути на вокзал зашли к Дому профсоюзов, где произошли трагические события 2 мая 2014 года. Ну вот, друзья, погуляли мы два дня по Одессе. Было очень круто. Город реально крутой, мне очень понравился. Хоть он и неухоженный, но неухоженность ему к лицу только, как и Питер, собственно говоря. Я чувствую, что я еще побываю. Очень понравилось, очень круто. И все. Сейчас мы покидаем город-герой Одессу и едем в город не герой, просто город Ужгород. Из Одессы в Ужгород мы едем на поезде в люксовом вагоне. Билет стоит 596 гривен почти. Но люкс такой сомнительный. Совковый, я бы сказал. Сейчас вам покажу. Вот наш люкс, так сказать. Классический старый тру-поезд. У него даже рамы еще деревянные. Обычное купе из верхней полки. Ну что могу сказать о поезде? Разведок 10 нету, телефон зарядить негде. Туалет старый, еще с педальней. На станциях закрываются на санитарные зоны. Но в цену включена вода. Вот эти две бутылочки. Ну и по классике взяли чай в подстаканниках. Ну что, едем? 19 часов ехать. Надеюсь, зарядки хватит, чтобы поснимать что-нибудь в дороге красивое. Чтобы не скучно было ехать, мы взяли с собой в дорогу разливного гамбринуса. Светлого и темного. Собственно, такой же мы пили в баре гамбринус. Так вот, к пиву у нас лещ копченый, мидии, свиные уши с морковкой по-корейски. И копченые бычки. Все это добро мы купили на рынке привоз. Продолжение следует...